Рад приветствовать вас на канале Самостройщика. Строю сам, меня зовут Крупнов Сергей. И тема этого видео – полы по грунту. Причем у меня полы с теплым водяным отоплением. В этом видео я расскажу и покажу поэтапно, как я своими руками сделал полы по грунту с теплым водяным отоплением. И также я расскажу, как сэкономил и удешевил данную технологию не в ущерб качеству. Преимущество данной технологии в том, что вообще сама технология уже проверенная, уже устоявшаяся и предельно простая. Также плюс полов по грунту в том, что есть дополнительная теплоизоляция, которая обеспечивается уже самим грунтом обратной засыпки. То есть я использовал песок. Плюсом данной технологии является то, что это можно сделать вручную, одним или двумя людьми. Какие плюсы у теплого водяного отопления? Это, конечно же, комфорт. Это возможность использовать водяное отопление как основной источник отопления дома. И, в принципе, использовать низкой температурой иные теплоносители. Опять же покажу, соответственно, как я рассчитывал водяное отопление. Прошел ровно год, как я пользуюсь теплым полом. Хочу сказать, что в доме с теплым полом намного комфортнее, чем использовать просто, допустим, радиаторную систему отопления. У меня был период, когда мне пришлось выключить теплый пол по всей площади и воспользоваться только отоплением с помощью радиатора. При этом на котле я выставлял температуру порядка 70-75 градусов. И дома, это было в зимний до нового года, поддерживалась температура порядка 20 градусов. То есть, было некомфортно. После того, как уже, соответственно, все плиточные работы были выполнены, и месяца даже чуть побольше я подождал, пока высохнет клей, после того, как я включил теплый пол, во-первых, я уменьшил температуру теплоносителя порядка до 35 градусов и 35-36 градусов, и дома уже стало значительно теплее, то есть, порядка 25 градусов, и стало комфортнее. Это выражается, во-первых, в том, что уже можно по полу ходить, а пола не несет холода. Давайте теперь по минусам водяного отопления. Ну, во-первых, в многоквартирных домах водяной теплый пол не используют, потому что это запрещено законом. То есть, его нельзя дрелить. То есть, по какой-то дополнительной отделке, допустим, вы хотите поставить перегородку или еще что-то сделать, нужно уже использовать либо жидкие гвозди, либо какие-то... Ну, сейчас очень много технологий установки перегородок без использования вот этих анкеров, дюбель, гвоздей и так далее. То, что в зависимости от толщины стяжки, вот конкретно у меня, он нагревается и начинает работать после где-то суток с момента включения отопления. 24 часа нужно, чтобы пол набрал ту температуру, которая заявлена на котле. С другой стороны, плюсом. То есть, когда пол нагрелся, он медленно также и отдает это тепло. То есть, в случае, если какая-то непредвиденная остановка отопления произошла, то моментально не становится холодно. Дом, вот этот вот пол, он отдает тепло и поддерживает необходимую температуру. Очень медленно остывает. Ну, и еще хочу сказать, что у меня подключены и еще радиаторы. И без радиатора все равно не обойтись. Радиаторы не дают продувание окнам. На первом этапе, на стадии возведения фундамента, вынимал плодородный слой грунта. С помощью КАМАЗа сваливался в песок. И разравнивался по 15-20 см. Увлажнялся с помощью лейки и трамбовался с помощью виброплиты. И трамбовался несколько раз до состояния, чтобы не видно было следов, когда топаешь по нему, и чтобы не оставались следы. После чего, уже на стадии возведения стен, немножко решили еще поднять полы, потому что был кирпичный цоколь. Еще с помощью тачанки сюда возился песок. Также его утрамбовывали послойно с помощью виброплиты. Также положили слой щемня, недорогого щемня, но крупного. Фракция 5-20 см. Также утрамбовали, после чего еще раз присыпали песочком и утрамбовали. На видео виден результат этой трамбовки. На втором этапе по трамбованному и выровненному песку укладывался стеклоизол с наплёстом 10 см. И проклеивался с помощью газовой горелки, которую взяли в аренду. Баллон газовый и горелка. Значит, тут совет заключается в том, что стеклоизол сначала нужно раскатывать и давать ему немножко улежаться. Можно даже немножечко тёплой горелкой его распрямить сначала, чтобы не было вот этих бугорков. И уже после того, как он распрямится, его укатывают. Не нужно сразу пытаться завести его на стену. То есть, можно укладывать, начинать от стены вплотную без нахлёста. Без нахлёста. Первый рулон. И сначала уложить его на пол без нахлёста. А потом уже брать кусочки, вот эти перпендикулярные, нарезать их. И уже наплавлять, соответственно, на часть стеклоизола снизу и наплавлять на стену. Так вышло намного лучше и удобнее. Также советую вот ту часть стены, кирпичной, цоколя, на которой вы будете наплавлять стеклоизол, предварительно оштукатурить. Тогда стеклоизол ложится намного ровнее и прочнее. На следующем этапе я утеплял с помощью экструдированного пенополистирола пол. Для этого использовал техноплекс толщиной 5 см. В два слоя специально взял 5 см, а не 10 см утеплитель, чтобы положить это всё в перехлёст для исключения мостиков холода. Все стыки были пропенены. На данном этапе ключевым моментом является соблюдение технологии укладки утеплителя. Утеплитель должен быть уложен на идеально ровную поверхность, чтобы он не ходил, когда вы на него встаёте. Он должен лежать идеально ровно к поверхности. Это можно добиться разными способами. Я добивался тем, что выравнивал поверхность непосредственно песочком, то есть подсыпал песок, вложил с двух сторон арматуру и провилом создавал плоскость. Можно это делать с помощью клея, с помощью цементно-песчаного раствора. Но главное, чтобы при прохождении по листам утеплителя они не гуляли, а лежали устойчиво на поверхности. Это нужно для создания последующей прочности уже самого бетонного пола, чтобы пол не растрескивался и не бухтел, и устойчиво лежал, соответственно, на этом утеплителе. На следующем этапе я армировал сами полы по грунту. С одной стороны, арматурный каркас служит для армирования, с другой стороны, он служит основой для укладки теплого пола. Я использовал арматуру диаметром 10 мм с шагом укладки 20 см. Я уже предварительно произвел расчет шаг укладки теплого пола, и поэтому с таким шагом вязал арматуру. Сначала арматура укладывалась продольно, нарезалась потом поперечно, и после чего я уже это все дело связывал с помощью проволоки, специальной вязальной от ожерленной проволоки, и для убыстрения процесса использовал шуруповерт с насадкой крючок, который я делал сам. Если вам интересно посмотреть сам процесс вязания арматуры, вы можете перейти по ссылке сверху и посмотреть, как я это делал на примере армирования фундамента для бани. То есть я там также делал теплые полы, причем там я уже удешевил этот этап. Я уложил арматурную сетку и усилил полы в том месте, где у меня будут уже проходить перегородки, стены из газобетона. Вот сейчас, если бы я стал делать этот этап заново в доме, я бы сэкономил и положил вместо арматуры на всей площади, положил бы арматурную сетку, только не кладочную, которую я использую в бане, а там диаметр порядка 5-6 мм, либо уменьшил диаметр арматуры с 10, допустим, до 8 мм. и это с одной стороны уменьшило бы саму трудоемкость, потому что вязать арматуру очень долго, а сетка, она уже связана и там нужно, она, точнее, не связана, она сварена, и там нужно только делать нахлесты и связывать между собой сами вот эти листы сетки. Она продается листами и усилил бы арматурой 10-й, только в местах уже прохождения стен. Я думаю, на качестве это не отразилось бы, но по деньгам и по трудоемкости я значительно бы сэкономил. Следующий этап укладка труб теплого пола из шитого полиэтилена PEX-A фирмы STOUT. Покупал я их по 200 метров. Крепил я их к арматуре с помощью пластиковых хомутов. Убирал все острые места у арматуры и вязальной проволоки, дабы не повредить сами трубы. Далее приподнимал саму арматуру, чтобы она была в теле бетона, то есть примерно на 4 сантиметра я поднимал. Монтировал коллектор в середине дома, чтобы расстояние между всеми петлями и коллектором было примерно одинаковым. Далее я заполнял систему теплоносителем водой с помощью ручного насоса-опрессовщика. Туда заливал соответственно в емкость воду и накачивал до 6 атмосфер. Давление немножечко играло то увеличилось то уменьшалось из-за того, что во-первых в системе воздух был и при разнице температуры это давление немножко менялось. Но в целом я подождал где-то наверное дня 2-3 давление не изменилось и я приступил уже к выставлению маячков. раскладывал я трубы методом улитки на фотографии видно как это работает то есть как бы получается такой продольный круг и вы начинаете ложить от соответственно внешней стороны и идете внутрь через одну секцию арматуры после чего внутри самым разворачиваетесь и идете обратным расположением так получается улитка очень интересно вязать это все дело после чего я устанавливал маяки маяки уже делал из цементно-песчаного раствора делал сам раствор устанавливал уровень нашел точку уровня пола конечную которая мне была нужна установил лазерный уровень в определенном любом положении взял палочку также любую отметил этот уровень на этой палке в месте где нужны были маяки укладывал раствор укладывал на раствор маяки металлические и с помощью этой палки я утапливал эти маяки в цементно-песчаный раствор до уровня метки который мне необходим можно посмотреть как я укладываю маяки при устройстве черновой стяжки в бане ссылка будет сейчас наверху этот процесс очень простой главное нужно иметь лазерный уровень у меня лазерный уровень бош также можете посмотреть по ссылочке его обзор обязательно по контуру всего помещения я устанавливал демпферную ленту которая нужна для того чтобы полы не давили на стены и чтобы сами в процессе эксплуатации расширения сужения они не трескались далее этап залития бетоном сразу скажу что допустил большую ошибку так как начал заливку полов по грунту когда уже были стены на самом деле надо начинать это все делать на этапе когда вы выложили цоколь все те же манипуляции только миксер можно заказать с бетоном который не беспрепятственно проезжает к самому фундаменту беспрепятственно весь этот бетон можно уложить с использованием двух человек и соответственно не нужно самому вместить самому в дом таскать все эти песок цемент гравий все это вручную мешать проще заказать миксер и быстрее то есть за один день можно там пол дома залить бетоном без каких львых проблем и плюс в том что у вас получится единая стяжка монолитная то есть у меня все равно это получились несколько стяжек хочу обратить внимание что места стыка теплого пола стяжки с коллектором обязательно изолировал теплоизоляцией и места стыка нескольких стяжек также теплоизолировал вот это изоляция чтобы трубы не порвало и напоследок в качестве бонуса хотел рассказать о том что я рассчитывал теплые водяные полы с помощью программы волк она является бесплатной и позволяет поставить теплопотери дома и мощность планируемого вами теплого пола она подскажет вам зависимости от утепления вашего дома от его теплопотерь какой каким шагом и на каком теплоносителе значит можно отапливать ваш дом то есть вообще возможно основное отопление дома с помощью теплого пола или нет или нужно добавлять радиаторное или еще какое-то дополнительное отопление также эта программа позволяет рассчитать мощность насоса которые нужно ставить на теплые водяные полы с учетом изгибов вашего теплого пола она рассчитывает по каждой ветке потерь давления понятно что сейчас я не расскажу об этом если вам значит интересно то я могу снять отдельное видео так сказать урок как я это все рассчитывал ничего сложного там нету и в итоге значит у меня получилось что на мой дом утепленный пятью сантиметрами базальтовой ваты 30 сантиметров толщина стен полы по грунту с обратной засыпкой песка утеплением 10 сантиметров пола и 20 сантиметров у меня утепленный потолок для того чтобы использовать теплый пол как основное отопление но все же рекомендую также поставить радиаторы для того чтобы предотвратить сквозняк от окон во время сильного ветра если вам понравилась эта серия то приглашаю вас подписаться на мой канал посмотреть и оценить другие видео чтобы узнать как своими руками построить и благоустроить свой дом сантиметров